Миша сказал, что попрофь придет. В принципе, можно, я думаю, начинать. Была идея записать лекцию по симуляторам, то есть по тому, чем отличаются симуляторы и эмуляторы. Еще раз, если так кратко, то эмуляции, это типа КИМУ, это прежде всего нужно просто для того, чтобы исполнить какой-то код. В частности, мы запускали кусочки программы на КИМУ, но точно так же существует, например, симуляторы типа спайка, ну или, например, Симикс. Симикс — это интеллская разработка. Она позволяет исполнять непосредственно, ну то есть симулировать железо. То есть в случае, если на КИМУ вы максимум, чем можете добиться, это посмотреть, как поменялись регистры, то в случае Симикса вы можете узнать, например, был ли там кэшмист, произошло ли переполнение, сколько тактов исполнялась инструкция. В основном это нужно прежде, ну то есть прежде всего это нужно для того, чтобы... там вопрос какие-то? Прежде всего это нужно для того, чтобы померить перформанс и посмотреть... ну как... посмотреть, какие недостатки могут быть у архитектуры. Ну и как-нибудь, типа небольшой рекламы, опять-таки, курс Игоря и курс Павла. Ну, я думаю, вы все в курсе этих... этих спецкурсов. Собственно, чуть подходя к теме нашей сегодняшней лекции, то есть существуют такие роды ошибок, которые не так просто наиграть и которые не так просто отладить. Например, ошибки, которые возникают только на релизной сборке. В нашем случае на нашей ВМке, если присмотреться, у нас тесты в основном все заточены на серты, да, обновилась... я смержил ваши коммиты, и теперь там, собственно, три коммита уже в репозитории. Но там есть одна бага, о которой Михаил сегодня... ну, сегодня с ним общались. Есть случаи, если собирается релизная сборка, у нас, во-первых, отключаются все асерты. То есть смысл наших тестов, которые сейчас чисто дебажные, ну, чуть-чуть отпадает. То есть имеет смысл запускать, конечно, релизия, например, чтобы померить, опять-таки, тот же самый скорость исполнения. Но, например, существует... ну, точно так же могут быть плавающие ошибки, опять-таки, из-за переписи, прописи в памяти, из-за отсутствия инициализации какой-нибудь переменной. Такие ошибки сложно отловить, и еще хуже, то, что они могут возникать периодически. То есть один раз вы запустили программу, она падает, второй раз работает. И для таких случаев в том же самому КИМУ, иногда в других симуляторах-эмуляторах, есть возможность получать полный лог исполнения. То есть он показывает, ну, в частности, если мы рассмотрим КИМУ, то можно по каждой инструкции посмотреть, какая пришла, какая исполняется на КИМУ инструкция, и какой результат ее исполнения. Например, наиграем вот одну ошибку. Может быть, это... Ну, то есть может быть, можно и другую взять. Ну, вот сейчас переключимся на... В контексте ее посмотреть. это, например, в аэнде добавлю, добавим... Ну, то есть в стэк, стэкпоинтер будем записывать значение на два больше. ну, это такая ошибка, которая, скорее всего, через некоторое время исполнения она вызовет обращение к инициализированной памяти. При этом вызовет она ее не сразу. то есть это все равно, что сказать... то есть удалить вот эту вот строчку, например. Ну, если быть точным, в данном случае мы загружаем первое значение и удаляем... ну, да, и вычитаем стэкпоинтер. То есть здесь... ну, да, то есть это, по сути, удаление вот этой вот строки в неассамблированном коде. понятно, то, что если бы... если бы... если смотреть на сам тест, у нас бы сработал этот assert. после execution, после выполнения последовательности байтов, у нас бы сработал вот этот assert. Но если мы соберем в релизной порке, то этот assert не сработает. Поговорим это как бы продемонстрировать. сердце работало. Сейчас. Ну, дебаг. Да что ж такое-то. Сейчас. я вспомню, как я это наигрывал. Тут, там. Дебаг. Так. Сейчас. Ладно. Чуть позже вернемся, но поверьте нас, вот что, по идее, вот такой должен быть результат. факир был пьян, чуть-чуть не удался. По идее, что мы должны были увидеть, то, что на дебажной версии GCC он падает по серту, на релизной версии GCC он падает по Asif Holder. сейчас. Сейчас. Ну, предположим, то, что он реально падает по Sif Holder, не по не по серту. Рассмотрим, с какими вариантами можно спустить GEMU для того, чтобы посмотреть лог исполнения. То есть, на том же самом Help'е есть достаточно много опций для запуска. в нашем случае интересные минус D маленькое и минус D большое. Минус D большое просто для того, чтобы записать это, записать лог в конкретный файл. Single Step означает, что GEMU будет исполнять по одной инструкции. Дело в том, что внутри GEMU также может преобразовывать инструкции в некоторое внутреннее представление, которое может исполнять чуть быстрее за счет того, что транслирует его в какую-нибудь пачку инструкций. Чтобы отключить эту функциональность, ну вот можно целенаправленно сказать ему то, что запускай каждую инструкцию по одной инструкции. Также для минус D маленькая, как она называется здесь, ну, по сути, да, по сути, логинг. Есть возможность посмотреть по ней help, и тоже есть возможность достаточно много информации получить, то есть можно получить входной ассемблер in asm, и выходной это тот ассемблер, который будет исполняться на хостовом машине, нас это мало интересует, то есть по идее Ким уже транслирует в какие-то x86 инструкции, и вот теоретически может быть проблема в том, что он неправильно это делает, например, и тогда имеет смысл смотреть, какие выходные инструкции, выходной ассемблер он делает, но нас интересует входной ассемблер, то есть риск ассемблер, опять-таки микроопы нам интересны вряд ли, прерывания и эксепшены рано или поздно конечно могут пригодиться, но опять-таки в нашем случае это не очень интересно, то есть если мы захотим поддержать эксепшены, то скорее всего надо будет смотреть и сюда. Эксек по сути как раз-таки тоже интересующая нас опция, потому что это сейчас секунду я нас сфоткаю еще раз то есть эксек это опция, которая как раз-таки исполняет, показывает исполняемые инструкции перед каждым перед, ну то есть показывает исполняемые инструкции и выход то есть перед каждой инструкции показывает блин, по идее ассембер цепу регистр это то есть дело в том то что когда мы смотрим налог, то кроме последовательности инструкции нас интересуют также те регистры, которые изменились. То есть не всегда достаточно посмотреть на трассу исполнения. Когда у нас идет последовательность инструкции, вполне ну то есть мы можем считать ее правильнее, но окажется то, что какой-то регистр был записан неправильно. То есть, например, там происходит лот по нулевому указателю. Это можно понять вот только если добавить цифру регистров. Ну то есть без регистров этот лог, ну то есть это по сути то же самое, что в дебаггере вы смотрите значение переменной, только здесь на каждой исполняемой инструкции будет происходить запись исполняемых регистров. FPU это Floating Pointing Reader регистр, до них мы не дошли еще, MMU, ну и остальное в принципе вот кроме NoChain, которое также не сворачивает в цепочке инструкции. В принципе остальные нас интересуют мало. И вот если попробовать запустить далее прошу прощения, сегодня вдруг не получилось, когда я делал лекцию, в принципе создавал лекцию, там в принципе было все. Вот тогда вопрос. соответственно, если мы запустим запись лога на падающем тесте, то исполнение там займет где-то 13 секунд, то есть это в разы дольше, чем исполнение на чистом Киму, и ну вот тогда лог занял там 380 мегабайт. Также можно глянуть, что Киму печатает метод, где он соответствующий той трассе, которая соответствующий тому методу, где сейчас находится программа, без указания конкретной строки. мы сейчас глянем на блок чуть попристальнее, может быть он чуть с другими опциями будет запущен. Ну вот в данном случае LD съехал, но проблема тут в том, что так сейчас, а, это просто три последние инструкции, три последние инструкции до падения. Опять-таки некоторые некоторые инструкции Киму не печатает, потому что в нашем случае это Киму Статик. То есть если бы мы исполнялись вместе, запускались вместе с операционной системой, то тогда бы печать лога была бы полной. В данном случае некоторые вызовы являются системными, ну то есть вот, например, вот эти вот куски, и поэтому Киму просто говорит, что он их исполняет. В действительности он обращается к текущей системе и там производит, например, ту же самую печать. Дело в том, что вот это как раз-таки вот эти вот куски, которые, ну, вызовы методов для печати. При попытке распечатать тем же самым андер тулайном он выдает только имя метода, но не более. в том же самом, то есть в случае, если у вас релизная версия, то получить конкретный, ну то есть конкретную инструкцию, которая соответствует текущий ассемблер, не всегда так просто. то есть в данном случае андер тулайн не понимает, то есть на какой конкретной строке соответствует данная инструкция. Более того, бывают случаи, когда одна и та же ассемблер инструкция может соответствовать нескольким реальным строкам. Из-за того, что компилятор может сделать оптимизации, которые поменяют последовательность исполнения. Ну, если мы захотим, но однако, если мы, так как мы знаем, где ошибка, мы можем в принципе найти конкретную проблемную инструкцию просто по ассемблеру. Но это не то, что нас интересует, нам хочется понять по исполняемому логу где закралась ошибка. Но однако для этого надо переместиться все-таки в полный лог. Сейчас. Так. Есть. По тому исполнению, то есть по тому запуску лог остался, он чуть меньше вещных метров, и здесь нету как раз-таки всей информации. Сейчас я еще раз перезапущу, мы посмотрим прямо на натуре. Что тут было поменено? Ну, запуск ограничен, были убраны логи, и вот она ошибка, в принципе, вот здесь все еще есть. Сейчас еще раз соберем его, ну, хотя бы, пусть он даже по ассекту падает. сейчас получим кинный лог. Так. да, вот, там тоже был отменен. 11 секунд. Да, плохо то, что он упал по ассекту. Вот, обещанный 300 метров. В принципе, можно было бы сделать, то есть отрезать последние там 10 тысяч инструкций, 10 тысяч строк, из текущего лога, чтобы можно было открыть его нормально в том же самом виме. Ну, вот это белый тейл. И вот как это выглядит. чуть-чуть поменьше. Теперь попробуем найти ту инструкцию, которую проблемную проблемную инструкцию. Что мы знаем про текущее исполнение, то, что для того, чтобы вызовы, вот эти вот куски, то есть вот эти вот вызовы, это уже печать, ассерта на экран. Нам надо найти момент, где этот ассерт случился. для того, чтобы найти, где ассерт случился, нам надо воспользоваться тем же самым other to line, а точнее disaster. Ну, в смысле, да, вот же там. проблема в чуть-чуть попозже. Нас интересует метод тест, ну, в смысле, testc строка 127. Для этого мы откроем testc cert, то есть это метод тест. Не iConst, а просто тест. То есть справа сейчас находится ассендлер теста. Так, там нормально видно? Нет. Да, видно нормально. А понятно приблизительно что я пытаюсь донести? Да, но конкретно сейчас мы пытаемся найти соответствие между строкой в программе и строкой в ассемблее. Да, да. Идея в том, что я пытаюсь рассказать, как с помощью лога отловить ошибку. не факт, что это прямо сразу сходу получится, но давайте попробуем. Опять-таки, так как мы знаем то, что эта строка в нашем случае 127, это уже после после icon 100. После icon 100. То есть, здесь мы должны увидеть все вызовы icon 100. по идее, ну то есть слева у нас 1,2,3,4,5 5 прыжков на icon должен быть. После этого должен идти интересующий наш код. то есть еще раз смотрим. Так, то есть вот он на каком страз нет плохо 1,2,3, 4,5 вот. Все то, что после этого это уже непосредственно исполнение кода, который вот слева находится аренд. То есть да, здесь даже подсказки то, что это get.sp потом дальше логи по идее должны быть выключены, поэтому дальше должен быть прыжок на execute. global asset table по идее жал жал это ран ну то есть опять-таки посмотрите то, что здесь get.sp сверху, здесь get.sp снизу и по идее вот эти вот run plt это как раз вызов рандома здесь вообще почему-то 4 нашим ну то есть а слева 2 но идея в том, что здесь уже видно то, что код перевопорядочен муф.sp get.sp а вот наверное execute да, то есть жал по адресу то есть вот мы видим адрес b8e и b92 если чуть посмотрим чуть повыше еще выше еще выше еще вот то есть у нас этот тест находится по адресу ну то есть начало этого метода 9c0 возвращаясь к execute b89e то есть мы нашли адрес который после которого должно быть должно случиться падение то есть вот давайте давайте найдем его в логе так еще раз какой там был адрес б8e по-моему b8e правильно а а б8e в кем лог такого нету давайте посмотрим просто в кем лог в смысле лог вот а тут он его нашел вот он его нашел а пик так сейчас чуть не так еще раз б8e б8e все правильно по идее это должен быть вот этот вот адрес то есть как видите тут смещение еще на он исполняемый файл загружается не в начало а по офсету соответственно вот несмотря на то что здесь не жал тем не менее есть подозрение то что это именно эта инструкция попробуем найти в этой строке находится это находится на 2383 тысячи всего строк в этом файле 285 тысяч то есть если мы сделаем 10 а 100 тысяч хотя бы так а что-то да я не в том файле искал да тут чуть больше и по идее это должен быть жал это же бывает иногда так сейчас а почему почему жал это должен быть жал но где он сейчас еще раз мы брали вот этот дизайн все правильно все правильно дизайн дизайн дебаг 4 b8e это последний дизайн который мы получили и он должен быть сейчас а киму мы сделали киму 2 все правильно и мы должны его найти киму 2 но но так хорошо давайте сделаем его по осет а в 8 так это интересно давайте попробуем по-другому это по идее должен быть равно job он очень странно то есть он не может давайте пересоберем его с отладочной информацией соли да факир действительно не очень еще раз просто заново сделаем ну то есть по идее мы должны все равно его найти соответствие кимном логе и в дизастме оно обязано быть раз тест так вот он здесь теперь уже ассо 4 и ассо 4 плюс нас интересует вот конкретно джал на ну вот на экзекьют c18 то есть не ассо 4 а c18 вот он все наконец так то есть после этого джала мы попадаем в экзекьют здесь по-видимому а ну да здесь не некоторая некоторый кусок нативного кода x86 похоже что странно и после этого мы мы должны попасть в экзекьют то есть вот она функция экзекьют вот он и конст и после него должен быть ает вот он с свериться просто с местом где мы куда мы должны попасть то да как раз после айкон ста тоже то есть конкретно сейчас 100 100 лот да вот сейчас где-то должен быть происходить конкретно тут наверное а4 то есть у нас идет сначала мул и store лот эд эды эд то есть вот в принципе видите соответствие видите некоторые соответствия между верхним ассемблером и нижним ассемблером то есть несмотря на то что здесь мы обращаемся к переменным как к регистрам тем не менее здесь он занимается тем что читает и записывает их из т.к. то есть между вот этим мулом и этим эдом происходит 100 лот из т.к. чтобы дойти до вот этого саба надо еще то есть по идее вот он то есть здесь саб секпоинтера но перед тем как ну то есть вот этот лот единицы но между этими двумя инструкциями ну достаточно нормальная портянка еще может быть в будущем имеет смысл еще более оптимально распределить ну в смысле писать ассемблер чуть глубже ну то есть не просто санитарные вставки но это вот как бы для примера того то что есть куда оптимизировать ну и можем найти этот адрес вот на нашем случае это там 10 ценой тем не менее час можем отрезать то есть чтобы показать то что это вообще возможно найти можно так то есть вырезать из лога только тот участок те спешится ошибка как мы пользуюсь сейчас мы пользуемся тем то что мы знаем где она не совсем честно но предположим возможно теперь на основе того где у нас произошел ассерт суммарно здесь 144 тысяч строк 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 это только тут то место от начала ошибки до самого серта по идее было бы неплохо найти найти место где стрелять где загружается то есть опять вернуться по тест и найти место где она стреляет наша сердца то есть да я как бы отошел от основной идеи то что все это надо делать без дебажной информации но с дебажной информации это сделать делать чуть сложнее поэтому для примеров хочется показать вот чуть более лайтовую версию в нашем случае а сердце стрельнул на строке 127 возвращаясь это без лога это без лога в нашем случае сп 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 то есть это непосредственно до ай-э-э-э-да ай-э-да 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 здесь естественно а вот вот он прыжок на ассерт фэйлд то есть по идее это как раз и должен быть то здесь справа кимном логе мы можем увидеть только вызов ассерта то есть можно теоретически записать с выводом информации но поймите то что в логе исполнения помимо самой печати который вы вставляете в качестве лога будет еще и кусок кода который приводит к этой печати ну я думаю что это должно быть понятно 48 и по идее это должен быть один из последних кусков то есть идея искать вот этот этот адрес вот а писи c48 то есть это вот как раз таки прыжок на сердце сержим фэйлд смотрим по какому в каком случае происходит слева таза почему мы сюда продаем по идее здесь должен быть сейчас секунду секунду то есть мы сравниваем а 0 и и а 1 здесь первым регистром насколько это вроде x84 регистры авторы регистры это они это просто наименование регистров в риск 5 то есть первые это грубые тип x0 а вторые это соответствует тем которые здесь написано нас интересует регистр а 1 и а 0 то есть здесь ну как бы очевидно что они не совпадают теперь смотрим кто из них кто из них то кто из них правильный 1 вот для этого можем посмотреть сюда по идее правильный должен быть один второй аргумент соответственно а 0 смотрим откуда взялся а 0 до этого момента а у пика у нас а 0 все 5 минус 1 после него после сложения с 1840 минус 1 да все правильно минус 1 то есть мы сгрузили минус 1 вот это вот минус 1 после этого мы прибавили то при фсп значит наоборот значит это он правильный значит надо искать один как мы получили один то есть сейчас четкая хрень а 2 да ребят на боюсь то что действительно давайте я вам сделаю так следующей лекции чуть более подробный разбор разбор этого кимного лога сори чуть запутался прошу прощения и состоялось всего-навсего в следующем то что мы последовательно под инструкции конструкции идем и изучаем откуда взялась взялся результат предыдущей инструкции сори про за сегодняшний пример я сделаю более качественный пример к следующей лекции прошу меня простить но как некоторое дополнение есть для того чтобы добавить отладочную информацию в исполняемый файл есть много вариантов много ключей ну то есть кроме минус G есть ключ минус G GDB который говорит то что добавить отладочную информацию для отладки GDB однако в данном случае он модифицирует код в случае G ну то есть но однако существует добавление отладочной информации лайтовая которая не модифицирует сам код то есть он будет такой же как в релизной сборке но при но он дописывает дописывает отладочную информацию в конец бинарника то есть это можно показать сейчас а блин я же удалил их все соль идея в том то что на самом дизайн 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 файле если сравнить если бы если бы мы сравнили дизайн просто минус у 2 и минус G1 у 2 то отличались бы они только скажем так куском в конце в случае в случае если вы добавляете минус G то также модифицируется и кусок кода в ну можно сказать в середине программ и в случае если вы добавляете G1 то уже заранее ну то есть то уже можно получить информацию о строке то есть он добавляет соответствие ну то есть он добавляет информацию по которой можно получить строку из файла также у нас ну то есть уже на сервере поставлен спайк это как раз таки симулятор ну ну RISC-V процессора то есть это золотая модель симулятора и с помощью него как раз таки есть идея то есть вот если допустить для этого ну то есть для запуска на спайке необходимо чтобы исполняемый файл был статистически со всеми библиотеками потому что ему нужна какая-то ну то есть ему сам спайк не знает про операционную систему на которой вы исполняетесь есть загрузочный ну то есть есть кусок для загрузки ядра ну как бы аналоги ядра спайки спайки но все основные библиотеки надо прилимковать статически к исполняемому файлу поэтому для сборки надо добавить опцию статик и тогда по сути уже можно будет получить дополнительно попробуем уже на следующих лекциях получать запуске ну то есть получать скорость исполнения конкретных инструкций еще раз сори то что не получилось с нормальным логом попробуй добить его до следующей лекции еще раз сори или в принципе можно попробовать не реально сори но наверное да я все таки лучше получше подготовлюсь ну в принципе на этом наверное все есть какие-нибудь вопросы а еще раз в втором в в в в в в